Ухо, обнимающее учение жизни, в среде мудрых пребудет. Мальбим объединяет комментарии на это предложение с комментарием на предыдущее предложение, на 30-е предложение, где сказано А хорошая новость, она сделает более крупным, более толстым, более полным, сделает кость. Мальбим объединяет эти два предложения вместе и пишет, что все это означает. Он говорит, что если человек видит какую-то вещь, которая хорошая в его глазах, то это зрелище радует сердце человека, потому что в сердце находятся все духовные силы. А хорошая новость, которую он слышит, то есть он слышит ее издалека, она не радует сердце, она влияет только на кости человека. И кости становятся более уплотненными, что это строение всего тела и физические функции человека, то есть материальная его сущность. Поэтому радость сердца, она более крупная, чем уплотнение костей. И она более духовная, и она более высокого уровня. И когда сердце человека, из сердца выходит сама жизнь, и эта жизнь распространяется по всему телу человека. Поэтому ухо, которое слышит, она слышит упреки жизни и не перестает от этой... Вернее, наоборот, это то, что она слышит, это недостаточное тава, это недостаточное хорошо, когда это издалека. Но когда это находится, когда человек находится внутри, среди Талмидей Хохоми, и там прибывают эти уши, которые слышат упреки, и они видят мудрецов Торы, и видят их действия, и тогда мы говорим, что выше обслуживание Талмидей Хохоми, их шимуш, когда человек наблюдает и видит, как они ведут, оно выше, чем то, что изучается Тора. Потому что когда глаз видит, это больше, чем ухо, которое слышит. И это то, о чем сказано, что то, что видит глаз, это радует сердце человека. То есть Мальбим приходит объяснить эти два пасука и сказать, что когда человек находится близко и сблизи видит какие-то вещи, то это большая радость, более духовная вещь, и она поднимается на больший уровень. Изучение Торы, основная часть изучения Торы, особенно сегодня, это изучение Торы Тараша Бальпе, устной Торы. Когда человек слышит от Талмидей Хохоми, он слышит упреки, которые ему даются. И это изучение Торы посредством слуха. Изучение Торы посредством видеть сегодня, поскольку главная часть Торы, после того, как исчез Навьют, исчезло пророчество, и мы это неоднократно упоминали, что основная часть нашего прикосновения к Торе и к законам, это не через видеть, а через слышать, поскольку она называется Тара Шебеальпе, устная Тора. В отличие от Торы Шебеальпе, письменная, поскольку письменно считается, устная она слышится. Я думаю, я не помню, конечно, но я думаю, что мы обсуждали с вами, что можно слушать глазами и можно видеть ушами, что разница между видеть и слышать, это то, что я вижу, я вижу сразу полную картину, то, что я слышу, я всегда слышу постепенно. Поэтому, если я читаю какие-то кусочки из комментариев на Тору и самой Торы, то я считаю постепенно, это информация, которая не приходит ко мне одним взглядом. Но когда я вижу общую картину, то я вижу всегда картину целиком. И на русском говорится, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. На иврите, хазаль нашу, сформулировали это, «Ло еш ми як дала мирайя», не будет услышанное больше, чем увиденное, поскольку человек, который видит его контакт, он более сильный, поэтому это входит глубже, и это радует сердце. В то время как хорошая новость, то, что человек слышит, это влияет на его материальную часть, и он может этому научиться. Но человек, который находится среди Талмидей Хохамим, внутри мудрецов, и учит не только как просто способ изучения Тора, но смотрит на их поведение, на их поступки, и он впитывает в себя больше, чем только через изучение Тора. Поэтому сказано, что обслуживать Талмид Хохама – это выше, чем учить Тору. Но имеется в виду обслуживать. Это не просто дать кому-то попить, дать кому-то поесть и так далее. Имеется в виду обслуживание – это когда человек находится среди Талмидей Хохамим, и вместе с ними продолжает изучать Тору, но продолжает изучать Тору. Не только Тору, который ему рассказывают, но Тору, который он видит. Он видит, как себя ведут Талмидей Хохамим. Об этом сказано, что это уже переходит из разряда «слышать» в «разряд видеть». Так учит Мальбин. И получается, что то ухо, которое находится среди Талмидей Хохамим, оно уже начинает радовать сердце. Это становится мэра и наим. Это некоторое просветление для глаз. И это переходит на духовный уровень. Окей. Это то, что у нас сейчас получилось. Это объяснение Мальбина. Гаон Мивильна дает здесь довольно-таки короткий комментарий, который говорит «Озен шамат то хахат хаим». А, секундочку. До Гаон Мивильна я хотел, по причине склероза я забыл, я еще в прошлый раз хотел это сделать, но мы не успели. Есть известная гемора, которая учится, одна из всех гемород, которые можно учить в Тишибиабе. Гемора, которая рассказывает о разрушении второго храма. Гемора рассказывает о том, как человек по имени Раби Ханан бен Закай, во время, когда шла осада римлянами Иерушалайма, сумел выбраться из Иерусалима. Известная история, что он сделал вид, что распустил слухи о том, что он заболел, после чего было объявлено о его смерти. Его ученики, несколько учеников, вынесли его в гробу из города, ему дали выйти. И после этого он вместе с учениками пришел к Веспасианусу, который осаждал храм, и назвал Веспасиануса царем, и сказал ему «Шалом алейхам Мелых, здравствуй, царь». Веспасианус ему сказал, что за то, что ты назвал меня царем, ты повинен в смерти дважды. Во-первых, я не царь, я только военачальник. Во-вторых, если я царь, то почему ты не пришел до сих пор? Раби Ханан бен Закай ответил ему, что были причины не прийти до сих пор, ему не давали этого сделать. А то, что ты не царь, так и ты да, царь, потому что написано, что Иерушалайм будет передан в руки царя. Соответственно, раз ты завоевываешь Иерушалайм, то ты называешься царем Рима. Пока они разговаривали, приехал Ганец и сообщил ему, что Веспасианус штумер, предыдущий император, и Веспасианус сенатом выбран в качестве царем. И Веспасианус в это время был в процессе одевания. Он к этому моменту одел один сапог, второй сапог не успел одеть. Он пытался надеть второй сапог, но не смог этого сделать. Тогда он попытался снять первый сапог, у него тоже не получилось. Он спросил Гай Май, что означает это. И Раби Ханан Банзакай привел ему Мишли, 15 главу, 31 предложение, которое говорит, что когда человек услышит какое-то хорошее известие, извините, 30 предложение, что хорошее известие, которое слышит человек, оно уплотняет, делает более толстую его кость. Поэтому нога у Веспасиануса стала большей на пару размеров, и поэтому он не может надеть и не может снять сапог. Спросил Веспасианус, ну хорошо, теоретическая база хорошая, ты мне все объяснил, но как бы неудобно сапог не надеть, не снять, что же делать-то, другого бы у меня нету, как быть дальше? Он ему сказал, прикажи привести перед собой человека, которого ты крайне не любишь. Привели к Веспасианусу какого-то человека, которого он не любит, и Веспасианус тут же похудел немножечко, в смысле ног, и смог надевать обратно и снимать обратно сапоги. Выучил это Рабихилен Бензакай из этой вот фразы Мишли, и он понимал его, гемора понимает ее кипшу то, что человек, который, простой смысл, человек, который слышит что-то хорошее, в зависимости от степени хорошести для него этой вещи, его кость становится более полной, более совершенной. То есть, то, что сказал нам Мальбин, Мальбин объясняет на основании этой геморы, что когда человек слышит какое-то хорошее известие, не видит, а именно слышит, то это вызывает материальное улучшение этого человека, ему становится материально лучше. А раз лучше, то материальность выражается в полноте, и он, соответственно, полнеет, становится более плотным. Но то, что он видит, это более духовный аспект, это становится, дает радость сердцу человека. Сердце, оно влияет на всю жизнь, но главная функция сердца – это радость. Гаон объясняет предложение номер 31 таким образом. Ухо, которое слышит, тахахо, тхаим, упреки, которые дает жизнь, можно объяснить, как бы перевести это по-разному. Упреки самой жизни, а можно объяснить, в жизни слушает упреки. И то, и другое, и то, и другой перевод будет правильный. Он говорит, что Есть определенный смысл, определенный, как туэлет, перевести по-русски, определенный, как польза. Есть определенная польза тем людям, которые ходят и сидят в Бейт-Мидраше. Люди, которые находятся в Бейт-Мидраше, у них есть польза от нахождения в месте, где учат Торы, двойная. Даже те люди, которые не могут учиться, люди, которые находятся в бет-мидрше и не могут учиться, не могут учиться, вы понимаете, что имеется в виду, немножечко так вот случилось, что у них не очень получается. Тем не менее, то, что они находятся в бет-мидрше, они выигрывают две вещи. Первая вещь, что их уши слышат тохохат хаим, упреки, которые даются в жизни. От других людей, которые учатся, то есть они сами, изучая Тору, не могут понять, что имеется в виду, не могут понять, как, из какого пасука Тора, из какого кусочка Мишли, что имеет в виду точно геморра, но они, не умея проанализировать всю ситуацию, слышат, что человек, который делает так, он делает плохо, человек, который так, он делает, делает хорошо. Таким образом, они волей-неволей выучивают какую-то галаху, несмотря на то, что выучить вывод этой галахи, выучить применение этой галахи ко всем случаям жизни, все навкемины, все разницы, все детали, эти люди не могут, потому что вот так вот у них случилось в жизни. Тем не менее, первая польза, которая у них получается, это то, что они выясняют, как себя вести от тех, кто понимает, что такое изучение Торы. Второй плюс, вторая польза от нахождения в Эйд Мидраши, то, что этот человек находится среди мудрецов, и он там, как бы, в нее-то ночует. То есть, само нахождение в Эйд Мидраши, это плюс, который выгадывает, получает человек, находясь там. Что имеется в виду? Самое простое объяснение, это то объяснение, которое дал нам Мальбин, которое мы только что смотрели. То, что человек, который находится в Эйд Мидраши, среди Талмиде и Хохомим, и ночует там, то он, не умея учиться и не понимая смысла того, что они делают, тем не менее, он видит, как правильно себя вести. И несмотря на то, что он не изучал Тора, он видит просто зрением нормально, как правильно себя вести, и это второй плюс. Это такое простое объяснение того, что говорит Гаон. Но здесь есть еще одно место, один момент, его надо найти. В 30 главе есть предложение, что муравьи, они своей силой готовят ночью свой хлеб. То есть, не ночью, а летом. Муравьи летом готовят хлеб на зиму. И Гаон объясняет, что бекацир о герет бекаиц гимахина, что во время, когда снимается урожай, это только результат. А приготовление к урожаю, это лето, когда надо сеять и готовить. И летом, после того, как уже снят урожай, еще не посажен новый урожай, нужно литхон, нужно его перемалывать и готовить его к пище, к тому, чтобы это было готово. Таким образом, человек, который находится в Бейтмидрше, он изучает, начиная учиться, те, кто бывали в Бейтмидрше и учили Тору, знают, что когда мы учим гимору, мы начинаем с какого-то кусочка, очень отдаленного от современной жизни, очень удаленного. Мы начинаем учиться и применить эту гимору в действии. Это практически нереально. Возьмем какой-нибудь пример, самый простой гиморо-шаббат, который вроде бы шаббат у нас есть раз в неделю, и все время мы встречаемся с шаббатом. И вот человек начинает учить какую-то работу шаббата, например, работа, которая называется, это я сейчас учу в Ешиве Талдот-Ишуна, преподаю, работа, которая называется Мивашель, работа, которая называется Варить. Человек начинает изучать работу в арке. Он читает какую-то Мишну, после чего переходит к Лишоним, первым комментаторам Мишны. Начинается, начнем с Рамбома, можно начать с разных, но начнем, предположительно, с Рамбома. Рамбом пишет, начинает работу Мивашель, работу в арке, он начинает с того, что разогрев металла, металл для того, чтобы расплавить его, или превратить его в уголек, сделать, нагреть его до красного накала, человек, который это делает, он Авер, он делает Аверу, которая называется Ливашель-Башабат. Понятно, что когда мы начинаем заниматься Галахой и выяснять, можем ли мы приготовить ребенку кашу в бутылочке, разогреть ее и так далее, от расплавления металла в доменной печи до приготовления каши ребенку, должно пройти много парсеков изучения Галахи, для того, чтобы мы могли из одного выучить другой и понять, как это учится. И понять, почему Рамбом выбрал именно металл для того, чтобы это учить, это некая работа, которую нужно проделать в изучении Тора. Так вот, человек, который начинает учить, и начинает учить работу Мивашель с металла, он делает то, что сказано в Мишле, в 30-й главе, которую я только что зачитал, как муравьи, которые летом начинают литхон перемалывать, для того, чтобы потом это было приготовлено к пище. Есть он будет где-то в конце зимы, этот урожай, но сейчас он начинает перемалывать его, работать, вкалывать и так далее. Это называется изучение Торы, когда мы говорим про Тора Шабальпе, когда мы говорим про устную Тору. Теперь, говорит Агро, что второй плюс, вторая польза человека, который находится в Бэтмидрше и не понимает, что там учится, это то, что он находится среди Талмидейха Хамим. И находясь в компании Талмидейха Хамим, несмотря на то, что он не понимает, как из металла происходит каша, как учится из законов плавки в доменной печи металла, как оттуда происходят законы приготовления каши и так далее, и так далее, несмотря на это, находясь среди них, он видит поведение Талмидейха Хамим, он слышит эти обрывки, и несмотря на то, что вся картина у него не будет построена, у него будет построена Галоха Лымайса, который в результате приходит, то есть закон, который мы учим. Это второй плюс. Таким образом, первый плюс – это то, что он слышит Тахахот, он слышит упреки, он слышит, как правильно себя вести, и второй плюс, что он, несмотря на то, что он не может уловить общую картину, для этого у него не хватает знаний, но тем не менее, он, находясь среди них, он видит результат, к которому приходят, и это второй плюс, который получается. Это вторая. Еще, говорит Гаон, еще один комментарий, что есть то, что говорила Рут своей свекрови, – ух ты, слово «свекровь» я вспомнил неожиданно – когда Номи уговаривала Рут уйти и не идти с ней в Эрицес-Ройль, а вернуться обратно в Маав и жить вместе со своим папой, который был царем Маава, в довольствии, в нормальном богатстве, а не идти вместе с ней в Эрицес-Ройль, то Рут ответила ее свекрови несколько вещей. Она сказала, туда, куда ты пойдешь, туда я пойду, там, где ты будешь ночевать, там я буду ночевать. Я напоминаю, что мы сейчас разбираем кусочек, который говорит, что надо ночевать среди Талмидей Хохоми. Находиться, дневать и ночевать, я сейчас на слово «ночевать», Гаон объясняет слово «ночевать» Шлома Амелаха, среди Талмидей Хохоми. Говорит Рут, что я буду ночевать там, где будешь ночевать ты. И объясняет Гаон, что вот эти две празы, куда ты пойдешь, туда я пойду, это имеется в виду. Те митцвод Асе, которые ты будешь делать, буду делать я, я буду делать те же митцвод, делай, что и ты, Там, где ты будешь ночевать, понятно, что ночевка – это время ночи. Ночь – время, когда основное занятие человека – это ничего не делать. Это главное, чем человек должен заниматься ночью, то есть спать. Это очень важный процесс. Важный процесс, потому что, когда человек спит, он не делает оверот лотасы, он не нарушает заповедь лотасы. В принципе, ночью есть очень немного заповедей делай. Если день отличается тем, что днем есть куча митсвот, которые называются митсвот делай, и их можно сделать только днем, и нельзя ночью. Цицит, филин, трубление в шафар, благословление лулава, и почти все митсвот, связанные со временем, связаны с днем, а не ночью. Кроме нескольких. Есть митсвот Лайла Седер, который все делаются ночью, но это отдельный разговор. Вот. То ночь, нормальное состояние ночи – это заповедь не делай. И Рут говорит своей свекрови, что я буду ночевать там, где будешь ночевать ты. Имеется в виду. Я пойду туда, куда пойдешь ты. Я буду стремиться к митсвот делай, которые даны тебе. И я не буду нарушать заповедей делай, которые даются тебе. Так он объясняет Гаон, что означает фраза «Ухо слышит упреки жизни, среди мудрецов я буду ночевать». Для того, чтобы не приступить к заповеди Лоте Асе, для этого нужно ухо, которое слышит все упреки, что нельзя делать, и нужно находиться среди мудрецов, чтобы не выполнять, не нарушать митсву Лоте Асе. Но при этом этого недостаточно для того, чтобы выполнять митсвот Асе. В заповеди делай, здесь нужна другая ситуация. Точка. Это еще один комментарий. То есть для заповеди Асе нужно больше увидеть, для заповеди Лоте Асе достаточно услышать, и достаточно находиться среди Талмидей и Хоховим, для того, чтобы не нарушать Тору так же, как они не нарушают. Следующий комментарий Гаона. «Бекерев Хоховим Талин». Что означает среди мудрецов «Ночуй»? Это имеется в виду Алла Маба, грядущий мир. Речь идет о тех людях, которые не приступают к заповеди Лоте Асе, человек, который не нарушает заповеди Лоте Асе. И этот человек, он может достигнуть уровня Алла Маба, заверет, даже если он не делает заповеди Асе, тем не менее, этого достаточно. Если он не нарушает заповеди Лоте Асе, то у него есть возможность присоединиться к Алла Маба. Окей. В общем, это несколько комментариев, которые дает Гаон, что означают вот эти вот вещи. Человек, который нарушает заповеди Лоте Асе, человек, который соблюдает заповеди Асе, он называется цадик, он называется праведник. Человек, который нарушает заповеди Лоте Асе, он называется раша нечестивец. Человек, который не делает заповеди Асе, но не нарушает заповеди Лоте Асе, он не является нечестивцем, несмотря на то, что он не выходит на уровень праведника. Поэтому в Дгилем Шлам... Давид Амеллах, папа Шлама Амеллаха, он говорит, сур мира во ассетов. Первая дорога, первый уровень, это отодвинуться, свернуть от зла, то есть не нарушать заповеди Лотасы. И следующий уровень это ассетов, это приблизиться к Митсвот Асе, делать добро. Окей, это комментарий на 31-й пасуг, которыми мы более или менее справились. Следующий пасуг под номером 32, он говорит, отвергающий наставление презирает душу свою, а кто слушает назитания, приобретает разум. На Лошон Акодыще это звучит. Пореа мусар, миус навшо, человек, который отодвигает от себя, отбрасывает от себя мусар, он делает мерзким свою душу. Ващамэ это хохот, канэлэф, а человек, который слушает упреки, он приобретает сердце. Мальбин говорит, что уже нам объясняли неоднократно разницу между тем, что такое мусар и что такое тахаха. Тахаха я перевел как упрек, а мусар я даже не знаю, как я перевел. Мораль. На русском оба эти слова ничего не означают. Мусар это хоха в принципе, это примерно одно и то же. Но объясняет Мальбин разницу, он много раз объяснял, что мусар это когда человека пугают наказанием, что главное это духовное наказание, которое получит душа в будущем мире. Запугивание наказанием души в будущем мире называется мусаром. И человек, который отбрасывает от себя мусар, плюет на него. Он не боится за свою душу, и соответственно он приводит душу к тому, чтобы она потерялась, пропала. То есть он относится к душе состояние, которое называется на иврите мюз, с пренебрежением, наплевательское отношение, не знаю, как это привести. Слово тахаха это векох, от слова векох, векох это спор со стороны разума. Я не знаю, из-за чего Мальбин уже за время нашей учебы десятый раз объясняет одно и то же, но может быть для того, чтобы мы что-нибудь запомнили и поняли. И вот он говорит, что человек, у которого не хватает сердца, это тот человек, у которого нет силы владеть собой вообще. И этот человек, он подобен скотине, которая делается без сердца, а только в соответствии с телесными своими силами и силами своей тайвы. То есть нормальная скотина, у нее есть инстинкты к получению удовольствия, пожрать, поспать, сходить в туалет и так далее. Это нормальное состояние скота. Человек, который не использует свой разум ни для векоха, ни для спора со своими таавот, со своими желаниями. Не для того, чтобы испугаться и подумать, а оно мне надо, получить наказание в будущем мире, и чтобы душа как бы совсем ничего не имела. Человек, который не пользуется своим разумом, то это человек, который называется Хасер Лев. У него не хватает сердца, потому что он вообще не может использовать свое сердце. Сердце называется разумным. Сердце то, что влияет, мозг может повлиять на сердце, и сердце может принять доводы разума для того, чтобы управлять телом, соответствуя с этими доводами. Человеку, у которого сердце этого не делает, этого человека сердца не хватает. То есть сердце это не только мотор, который двигает кровь. У него есть еще некие функции духовные. И человек, который не покупает себе сердце посредством страха мусара, и он не знает совсем, что такое хорошо и что такое плохо, а только познать плюсы и минусы, он может только посредством иссурим, посредством несчастий, страданий. Как написано, Человек, которого бьют кнутом, это человек, которого не хватает сердца, поскольку он становится как быема, как скотина, которая управляется с помощью плеточки. Ее стукнули, она поняла, что надо идти налево, стукнули с другой стороны, поняла, что надо идти направо. Но если он слушает упреки, тогда он понимает в своем сердце и приобретает, улучшает сердце. Сердце делает киньян, приобретение разума, и тогда все, что его было не хватало, теперь он приобрел от покупателя, то есть от Всевышнего, от разума, и может жить уже какими-то другими путями. Окей. Когда я занимался в Ленинграде шхитой, в 86-м примерно был этот случай, может в 87-м, не помню точно когда, у нас был такой случай, что мы приехали в деревню, которая называлась Юки, я до сих пор помню название, думаю, что найти я не найду ее, но там был такой дяденька, который всегда, даже в 80-х годах, было какое-то кооперативное хозяйство, и вот там был бычок, которого они хотели, частный бычок личный, который они хотели зарезать, сдать мясо на приемном пункте, а мы им предлагали в такой ситуации, что мы покупаем переднюю часть, которой много костей, за ту же цену, которую они продают, а заднюю часть они сдают, и мы им бесплатно делали всю работу, обработать бычка, снять с него шкуры, разрубить и так далее. В принципе, они обычно с удовольствием это делали, потому что они выигрывали рублей 50-60, которые они должны заплатить за эту работу с забойщиком, мы делали бесплатно, и плюс к этому покупали худшую часть, а лучшую часть они могли продать достаточно дорого. Вот, они были заинтересованы в этом, любили нас, поэтому. И вот мы туда приехали, я помню, что мы там были вдвоем с неким Гришей, и когда мы туда прибыли, то бык стоял где-то там в своем сарае, мы начали его выводить, а бычок оказался умным и напористым, короче говоря, он сломал загородку, которая была между нами, и ими пытался нас забодать. Мы вышли, выбежали из сарая, заперли его, а теперь надо как-то обратно войти и привязать его. Как это делать, немножко непонятно, потому что он стоит на воле, и не привязанный ничем веревку он снял с себя, каким-то образом обгвоздь зацепил и снял, умный бык оказался. Вот, мы придумывали всякие способы, как это делать, и в это время пришел в Драбадан пьяный хозяин быка, в стельку совершенно. Он говорит, ребята, я сейчас все сделаю, все будет нормально. Он вошел с вилами, пнул вилами бычка в заднюю филейную часть, бычок совершенно явно тут же понял, куда ему идти на шхиту, он побежал очень быстренько туда, дяденька, хозяин, надел на него, ему на рога веревку, спросил, куда его везти, и упал на снег на веревку и заснул. И бычок оказался на улице с лежащим рядом в Драбадан пьяным хозяином. Мы быстренько схватили веревочку, привязали к дереву, хозяина отнесли в дом по просьбе его мамы, поскольку он так и не проснулся, пока мы не уехали. Он хорошо заснул. Но с быком он умел управляться, потому что он был очень близок к своей душе, к душе быка, и понимал, что шевит, кнут, это то, что можно воспринять. Нам в голову, несмотря на то, что, в принципе, мы имели какое-то отношение уже к шхите, сколько-то времени не резали, но, тем не менее, нам прийти в голову, стукнуть быка вилами в филейную часть, нам никому в голову не пришло. Проблема в том, что Акодыш Барву, когда видит, что мы находимся на уровне того самого бычка, и понимает только, когда вилы в бок, то он это делает, поскольку он общается с людьми на том языке, который люди понимают. И это то, о чем нам сказал Шламу Амеллах, что человек, который отказывается принимать муссар, который не понимает своим разумом, что он творит для своей души по отношению к Алла-Маба, Акодыш Барву, он милосерден, и он хочет, чтобы душа еврея попала в Алла-Маба. Поэтому в тот момент, когда нужно его направить в нужном направлении, он использует кнут. И этот кнут может быть очень разным. И это то, о чем говорит этот пасук. Что человек, который отказывается воспринимать и муссар, и тахаху, так и плохо. Человек, который отказывается муссар, но понимает тахаху, это очень высокий уровень. Потому что человек, который заставляет себя своим разумом воевать со своими инстинктами, а мы говорили не один раз, что в принципе книга Мишли и вся написана на эту тему, Рамхальф Дерихашем определяет, что человек создан таким образом, что это единственное брия, единственное создание, которое создано для того, чтобы материальность боролась с разумом. Он не пишет с духовностью, он пишет сейхль, который должен вести войну с материей, с гешмьютом, с материальностью. Поэтому человеку дан разум для того, чтобы этот разум им управлял. И человек, который отказывается от того, чтобы разум им управлял, он превращается в БМА, и, соответственно, он воспринимает только кнут. Это суть комментария Мальбима. Теперь, Хагро говорит, что я уже писал в другом месте, он имеет в виду первую, третью главы, где он писал это несколько раз, что мусаром называется, он определяет не так, как Мальбим. Мальбим все время определяет, что такое мусар, и на всякий случай повторяет, что Мальбим определяет, один момент, зачитаем это точно. Мальбим говорит, что мусар – это страх, который должен человек себе внушить перед тем, что его душа не получит награды в будущем мире. Это определение мусара Мальбима. Определение мусара Гаона другое. Он говорит, что мусар – это то, что человек делает некий исурим, несчастье по отношению к себе ради желания Создателя. То есть, человек, который готов, отсюда берется слово мисурат нефиш, готов жертвовать собой, чем-то своим, для желания Создателя. То есть, когда человек понимает, что Всевышний от него хочет не совсем то, что я сам хочу от себя, и этот человек уничтожает свое желание перед желанием Всевышнего, он мьясер себя. Это исурим, это страдание. Вот это страдание, которое принимает на себя человек ради желания Создателя, это называется мусаром, говорит Гаон. И тогда из-за этого получается, что Всевышний делает его желание. Здесь Гаон намекает с прозрачностью максимально возможной на известную Мишину в трактате Перкевод, которая говорит, сделай, уничтожь свое желание, абитулируй свое желание, аннулируй, перед желанием Творца, сделай так, чтобы ты хотел того, чего хочет Творец, для того, чтобы Он делал то, что хочешь ты. Говорит Гаон, что когда человек, мьясер себя, делает себе исурим несчастье ради желания Творца, то из-за этого Всевышний выполняет желания этого человека. Как сказано, уничтожь, аннулируй свое желание перед его желанием, для того, чтобы он аннулировал желание других по отношению к твоему желанию. Аннулировать свое желание перед желанием Творца, это как бы на самом деле, фактически, это полный стопроцентный хиюв, это полная обязанность человека. Но сделать это невероятно тяжело. В салмах Давида Меллах пишет о том, что у него есть определенные просьбы к Всевышнему. Он хотел бы того-то, того-то и того-то, но все это при условии, что этого хочет Всевышний. Объясняет тот же Мальбин. Он объясняет, что Давида Меллах на самом деле обращается ко Всевышнему с просьбами сделать для меня 1, 2, 3. Но эти 1, 2, 3, которые я прошу сделать, я прошу сделать не потому, что мне их хочется. Я прошу их сделать, потому что твое желание, чтобы я служил Всевышнему. Я прошу об этом только для того, чтобы служить Творцу. Если ты считаешь, если твое желание, чтобы я служил Всевышнему, то есть тебе, в других условиях, то сделай так, как ты считаешь нужным. Мои просьбы, которые я прошу, они только, поскольку так, как я вижу ситуацию, если я попаду в такие-то, такие-то условия, то это будет лучшие условия службы Всевышнего. Этот салон Давида Меллах писал, когда он был болен и очень страдал от своей болезни, и одновременно шли внешние войны, которые шли с Давидом. И он пишет о том, что у него уже нет никаких сил от внешних врагов и внутренних, то есть от болезней и от врагов, которые наступают на Амисраэль снаружи. Но если ты, Всевышний, видишь, что это для чего-то необходимо, то продолжай в том же духе. То есть просьба, которая, а мы обращаемся ко Всевышнему, это мы хотим исполнить твое желание. Нам кажется, что это желание наиболее благоприятное условие АБВ, но если ты считаешь, что это не так, то мы мивотлим свое желание перед твоим желанием. Точка. И тогда, если человек делает, все его желание возникает только ради того, чтобы выполнить волю Творца, то Всевышний, поскольку мое желание и желание Создателя становятся одними и тем же, то Всевышний из-за того, что это и есть желание Творца, мивотель аннулирует все желания, которые направлены против этого человека, поскольку желание Творца аннулирует все остальное. Так вот, мусар он производит в действиях и в теле. И суть мусара и польза, которая от него, это то, что человек уходит от плохой дороги. Что такое тахаха? Тахаха, объясняет Гаон, это упрек, который делается словами. То есть мусар делается действиями, а тахаха делается словами. Польза от тахахи, это когда человек понимает и знает, по какой дороге ему теперь надо идти. И это то, что сказано, поре мусар. Что такое поре мусар? Уходит от мусара, отказывается от него. Это тот, который человек, который не делает мусар самостоятельно. Он не миясер себя, не делает себе исурим для того, чтобы выполнить рацион и ашем. Так этот человек, он пренебрегает своей душой, а именно желанием. Поскольку душа у человека, она дана Всевышним, то желание души человека, это выполнить желание Всевышнего. В тот момент, когда человек отказывается выполнять желание Творца или асер себя, он отказывается выполнять желание своей души из-за желания своего тела. Поскольку, если бы он дабыл себя миясер, он, да, над собой бы немножко поиздевался и сделал так, что его желания аннулированы, то Всевышний бы выполнил его желание. Получается, что он пренебрегает собственными желаниями, которые исходят от души. Человек же, который слушает тахоход, слушает упреки, которые идут, он приобретает в себе сердце, потому что он знает, какой дорогой надо идти, и посредством этого он слушает упреки. А мы говорили, что упреки должны войти в сердце человека, и когда они входят в сердце человека, то только тогда тело начинает выполнять то, что нужно выполнять, поскольку телом руководит именно сердце. А мозг, он, все, что он может, он может объяснить сердцу, по какому пути двигаться. И это человек, который дошел до этого уровня, когда его мозг управляет сердцем. А сердце управляет двигательными функциями человека. Такой человек называется Мелых. Мелых – это царь, это, расшейте вот, аббревиатура трех слов, Моах, Лев, Кавет. Мозг ниже сердца, ниже Кавет. Поэтому это идет человек вертикального строения. Мозг должен влиять на сердце, давать приказы. Сердце должно сделать так, чтобы чувства и желания были подчинены разуму, сейхелу. То есть это означает услышать тахаха, услышать упрек, который мозг дает сердцу. Потом сердце начинает быть мудрым и начинает давать приказ телу. Тело руководит Кавет, который, неважно сейчас почему, и таким образом двигательные функции, которые появляются в человеке, он начинает двигаться в направлении тоф, добра, вместо направления зла. И это называется Маалах Мелых Моах Лев Кавет. Это то, что говорит Шлома о Мелых в этом пасуке. Окей. Перейдем с помощью Всевышнего к 33-му пасуку. И затем за этим мы кончим главу номер 15. Пройдем примерно половину сэфер Мишли. Говорит Шлома о Мелых. Страх перед Господом – это учение мудрости, и прежде почета идет смирение. Попробуем это сформулировать на лошон кодыш. И рад Гошем мусар хохма, вылив нэй кавод, а нава. Страх перед Всевышним – это мусар, который ведет к хохме, или это и есть мудрость. А перед каводом, перед уважением, идет а нава. То есть, мусар перед мудростью, а скромность перед уважением. Это то, что говорит Шлома. Теперь посмотрим, что это означает. Лфи Мальбим в Элфи Гагро. По Мальбиму и по Гаону. Мальбим говорит, боясь Всевышнего мусар хохмы. Объясняется этих слов, что хохма нуждается в мусаре. Объяснение, что хохма невозможна, она нуждается в мудрость, нуждается в мусаре. Как сказано, лада от хохма у мусар. Это кусок из Мишли, который начало Мишли. Что вот Мишли Шломо, лада от хохма и мусар. Чтобы познать хохму и мусар. Эти вещи, которые должны идти вместе, и объясняет Гаон, что это значит. Поскольку, после того, как хохма, в хохме есть два пути. Дерих хохма во дерих сихлут. Хохма есть путь мудрости и путь глупости. Ецар Галев, ецар в сердце человека, он все время рисует, как надо идти по самому глупому пути. Поэтому нужно угнетать свои духовные силы, таким образом, что они начали властвовать над ецаром сердца человека, над его ецар-горой. Ветахни, а там, и привели его к состоянию, когда они сдаются и управляются разумом. Они должны быть не хнаимлы хохма, они должны быть, я не знаю как, сдаться перед мудростью. И это называется мусар. То есть, мусар, говорит Мальвим, это когда посредством Иссури хохма начинает владеть сердцем человека. Мудрость, сердце подчиняется мудрости человеку. Что такое мусар? Определение, говорит Мальвим, это Ира-Дашим. Это страх перед Всевышним. То, что рисуется, рисунок этого обычно, дается такой, говорит Мальвим, что есть большой царь, который, человек должен рисовать перед собой рисунок царя, какого-то огромного, важного, который стоит над ним, и видит все его действия, и просит от него дин и хижбон, расчет и суд. И человек, который это постоянно ощущает, это и есть Ира-Дашим, страх перед Всевышним, то он ми-есер кахода нефиш, он заставляет свои духовные силы для того, чтобы они властвовали над сердцем. А. Человек, который поре мусар, отказывается от этой картинки царя, который властвует над ним, и считает все его действия и так далее, он отбрасывает от себя этот мусар. Этот человек пренебрегает своей душой, божественной душой, которая соединена со Всевышним, который следит и управляет всеми действиями человека постоянным. Человек, который слушает упреки, это человек, это шита озан, это человек, который наклоняет свое, склоняет свое ухо для того, чтобы сделать веков, для того, чтобы поспорить. То есть человек, который готов спорить, чтобы его яйцергора спорила, его желания спорили с разумом. И вести себя альпиа-сейхль, то есть если сейхль, разум, побеждает в этой дискуссии, то он готов принять доводы разума. И это показывает ему суть, дорогу мудрости с этой стороны. И об этом можно сказать, что кавод, что это называется кавод и ашем, почитание Всевышнего. Как мы уже говорили, что человек, который шамер-тахахот, который будет следить за тем, чтобы выполнять то, что говорит ему тахаха, ему упреки, говорит, он будет ехубат, он этот человек будет уважаемый. Потому что он не делает со стороны страха, а только со стороны разума. То есть человек, который делает со стороны векуаха, он не делает со стороны мусара, он делает со стороны тахаха. То есть он не делает со стороны страха перед Всевышним, он делает со стороны того, что это подсказывает, где ему делать разум. И это происходит посредством скромности, потому что человек, у которого есть большая гордыня, он не может услышать тахаху, он не может услышать доводы разума, и сердце его твердеет для того, чтобы все время ответить на те доводы, которые дает Кохма. И у этого человека, для того, чтобы он услышал эти доводы, у него должна быть анава, скромность, которая предшествует кого-то. То есть человек становится мехубат, человек становится уважаемый. В тот момент, когда он идет за доводами своего разума и начинает вести нормальный образ жизни. Для того, чтобы ему послушать доводы разума, ему нужно убрать от себя гаеву, гордыню, потому что гордыня мешает принять какие-то тахахот, какие-то упреки. Таким образом, существует понятие кого-то, уважение. Это уважение достигает человеку. Только человек, который был скромен, благодаря своей скромности, он готов услышать доводы разума, а не спорить с ними постоянно. И тогда он выходит на уровень, который называется кого-то. Это комментарий, который дает Мальбин. Более или менее понятный. Еще раз, в двух словах. Страх перед Всевышнего – это мусар, который приводит к хохме. То есть мусар приходит из-за того, что человек рисует перед собой. Образ Творца начинает понимать и думать о страхе перед наказанием, о том, что Всевышний рассчитывает и рассматривает, от него ничего не укроется. И весь Алла-Маба, и весь грядущий этот мир зависит исключительно от Всевышнего. И немножко страшно все время себя плохо вести. Это мусар. Хохма приводит к другому. Она приводит к ководу человека, к уважению, которого человек получает. В случае, если изначально у человека есть скромность. То есть человек, который скромен, он готов выслушивать доводы разума. А если он выслушивает доводы разума, то он придет к тому, что поймет, что разум заставляет вести себя правильно. И не из-за страха перед наказанием, а просто из-за понимания логики, этот человек придет к исполнению Тора и заповедей. И придет к исправлению своего характера и себя самого. Это два пути, которые существуют, как объясняет Мальбин этот пасук. Окей, Гаон пойдет совершенно по другому пути и будет объяснять сейчас иначе. Гаон говорит о том, что Ирад Гошем, она приводит к мусару и к хохме. То есть он переводит иначе. Запятую ставит в другом месте. Мальбин поставил запятую так, что Ирад Гошем приводит к мусару. Точка. А хохма приводит к ководу, которому предшествует анава. Которому предшествует скромность. Гаон ставит запятую в другом месте. Он говорит, что боязнь перед Всевышним, она приводит к мусару и хохме. Первая часть предложения. Не к мусару точка, а хохма относится ко второй части. Оно приходит и к мусару, и к мудрости. Как сказано сверху, что хохма и мусар, а вилим базе. Что хохма и мусар, они должны быть смешаны друг с другом. Это первый комментарий. Второй комментарий. Что сказано в перке вот. Известная вещь. Эйн хохма, эйн ира, эйн ира, эйн хохма. Нету мудрости, нету страха перед Всевышним. Нету страха, нету мудрости перед Всевышним. Это Мишин Перкеевод, который пишет много вещей, которые эйн, эйн. Нету того, нету другого. Например, эйн хохма, эйн бина, эйн бина, эйн хохма. Эйн бина, эйн дат, эйн дат, эйн бина. Нету знания, нету разума. Нету разума, нету знания. Нету хохма, нету разума. Нету разума, нету хохма и так далее. Одна из этих вещей, которые перечислены в Мишине, это когда он говорит, что эйн ира, эйн хохма, эйн хохма, эйн ира. Что нету страха, нету мудрости, нету мудрости, нету страха. О чем идет речь? Где это кольцо начинается? Получается, что человек, у которого нет Ирада Шамая, у него не может быть хохма. Человек, у которого не может быть хохма, не может быть Иры. Так как начать? С чего начинается Родина? Откуда надо начинать? С хохмы, с Иры и так далее. Простой ответ на этот вопрос, что начинать надо одновременно с обоих вещей. Нельзя начать с хохмы, не начиная с Иры, нельзя начать со страха, не начиная с разума. И об этом говорит другая Мишна Перкеевод, которая говорит, что нечестивый человек, безграмотный человек, у которого нет хохмы, он не может стать благочестивым человеком, хасидом, и совсем нечестивый человек, он не может бояться Всевышнего. Поэтому без хохмы не может быть иры. Поэтому начинать надо с хохмы, но если нет иры, то нет хохмы. И вроде бы как цель хохмы это ира. Да, есть много комментариев на эту тему, на эту Мишну Перкеевод, но суть сводится к тому, что они должны идти параллельно, одновременно. Нельзя поставить из хохмы и иры, из мудрости и страха, нельзя сделать последовательные соединения. Это вещи, которые должны идти одновременно, но при этом есть какой-то момент, который разрывает кольцо. Гаон объясняет, что есть два вида страха перед Всевышним. Есть вид страха перед Всевышним, о котором говорил Мальбим, когда мы только что читали. Страх перед наказанием за ту авэру, которую я сделаю. Когда человек должен понимать, что за любую вещь, которую я сделал неправильно, Всевышний даст по голове, и это будет больно и сильно. То есть человек может лишиться Аламаба, может оказаться в гейноме и так далее. Любая авэра, которая сделана, я сейчас не говорю о тшуве, я говорю об авэре, а не о тшуве после нее. Любая авэра, которая сделана, она не пройдет просто так. Нет ни одной авэры, за которую человек не ответит. Кроме тех авэрот, за которые он сделал тшувы, и тшува была принята со всеми деталями тшувы. Любая авэра, без исключения, она должна привести к какому-то результату человека. И человек, который это понимает, он должен представить перед собой Всевышнего. Не надо представлять его в виде картинки, естественно. Но понимать, что Всевышний видит, следит, записывает, исследует. И даже мысли человека и те находятся в знании Творца. И любая авэра, которую он делает, не останется без наказания. Это называется самый низкий уровень Ират Гошем, самый низкий уровень страха перед Всевышним, который называется Ират Оныш, страх наказания. После того, как человек начинает понимать, что такое страх наказания, это первый уровень. Следующий уровень должен быть, он должен прийти к хохме, к мудрости. То есть человек должен понять, что поскольку Эйнам Гарец хосит, нечестивец не может стать хасидом, Бор не может бояться Всевышнего, поэтому он должен, этот человек, начать соприкасаться с хохмой Всевышнего. Он должен соприкасаться с мудростью Всевышнего. И тогда, постигнув, естественно, на разном уровне, по-разному, постигнув, что такое хохма за Гошем, что такое мудрость Творца, этот человек касается следующего уровня, уровня нового уровня Ират Гошем, нового уровня страха перед Всевышним. В этом уровне есть две накуды, давайте их разберем. Первая накуда называется Ират Итрамамут, боязнь величия. Когда человек, в соответствии с тем, насколько он мудреет, он начинает понимать, кто такой я и кто такой Всевышний. Понять, что такое Всевышний, полностью невозможно. Но то немногое, что мы можем понять, помогает нам понять, насколько он отличается от всего остального. Это даже смешно об этом говорить, но тем не менее, это надо понимать. И понять величие Всевышнего, понять непостижимость для человека, того, что такое Творец, и это вызывает новый уровень страха перед Всевышним. Уровень, не уровень наказания, а уровень того, что существует, А я своим поведением доставляю ему неудовольствие. Я сейчас не говорю о наказании. Наказание – это первый уровень. Второй уровень – понимание величия Творца на каком-то возможном уровне понимания. И после того, как я это понимаю, понимание, что я делаю, когда я делаю какую-то авэру. И это приводит к другому виду страха, страх, который называется ират, итрам и муд. Страх перед величием Всевышнего. Трепет, я не знаю, как это лучше перевести на русский язык. Это не страх наказания. Независимо от того, накажет Всевышний или нет, человек трепещет перед тем, что он понимает, перед кем он находится. Этот страх – это второй уровень страха, который может родиться только через хокму Всевышнего. После того, как рождается этот второй уровень страха, у человека рождается определенное желание. Желание, которое связано с тем, что посредством торы, хокмы присоединиться и вознести себя, поднести, ну, я не знаю, присоединиться ко Всевышнему настолько, насколько человек в состоянии присоединиться ко Всевышнему. Любая заповедь Асе, любая митсва делает. Она присоединяет человека к Творцу. Делает так, что душа человека поднимается на более высокий уровень и приближается ко Всевышнему. Это называется «двикудба акодаш барагу» – «прилепление ко Всевышнему». Я думаю, что все, кто меня слушает, я так думаю, что много раз слышали понятие, что существует и рад Гошем, страх перед Творцом, и аавад Гошем, и любовь ко Всевышнему. Страх перед Всевышнему – это самый низкий уровень, это страх наказания. Второй уровень, который мы сейчас обсуждаем – это страх трепет, понимание величия Создателя. Вместе они должны, вернее, второй страх, должен родить желание человека прилепиться к этому высочайшему Творцу. Ледабегбо – это понятие агава. Агава, которое гематрия слова «агава», это 13, это гематрия слова «эхат», объединение. Суть агавы – это соединение в единое целое. Так же, как муж и жена, любовь – это соединение и становление единым целым, то так же любовь со Всевышним – это объединение человека и Творца. Эта агава может родиться только на основании хохмы, на основании мудрости. Только в тот момент, когда человек начинает как-то понимать, что такое Трамамут, величие Всевышнего, тогда рождается агава. И эта агава рождает следующий уровень страха перед Всевышним. Наиболее высокого уровня страха. Страх, который рождается из-за того, что человек боится сделать агавэру не потому, что его накажут, а потому, что он потеряет вот этот уровень своего соединения со Всевышним. Это не иратоныш, это не наказание перед страхом. Это не ира, не боязнь и Трамамута трепет перед величием Всевышнего. Это боязнь потерять тот уровень, на котором я сейчас нахожусь, уровень приближения к Творцу. Потерять ту агаву, ту любовь, которая есть между мной и Творцом. Это следующий уровень страха. Таким образом, теперь можно увидеть, что означает Мишна в Перкеевод, который говорит «эн ира, эйн хохма». Нету минимального страха, страха наказания. Невозможна хохма, невозможна мудрость. Эйн хохма, эйн ира. Если нету хохмы, то нету страха, понимания, трепета перед величием и Всевышнего. Все эти вещи вместе рождают агаву и приводят к тому страху перед Всевышним, который является тахлис, который является целью хохмы. А именно, цель человека в этом мире – это прилепиться ко Всевышнему. «Вэ агавта эдгашем элакейха бахолева вэха и возлюби Всевышнего твоего Бога всей своей душой». Это и есть агава дгашем прилепиться к нему через митцвод. И тогда человек достигает нового вида иры. Вид иры – страх потерять ту мадрегу, ту ступень, на которой я нахожусь. Это то, о чем говорит Гаон здесь, который говорит, что «порэ миссар миус навшот» – человек, который отказывается от мусара, он пренебрегает своей душой и говорит Гаон, что об этом сказано «аннулируй свое желание перед желанием Всевышнего». И тогда он аннулирует все остальные желания перед твоим желанием. Мусар – это действие и… нет, слиха, я вернулся, мы об этом уже говорили. Так вот, и он говорит, что перед каводом, перед почестями, находится анова, находится скромность. Потому что боязнь и трамы мута, боязнь, понимание величия Всевышнего, страх перед величием Всевышнего – это и есть анова, это и есть скромность. И она находится перед каводом. А кавод – это уже любовь ко Всевышнему. Это 32 кавод, гематрия кавод – 32. Это 32 натива, 32 направления мудрости, которые выходят из всех медот Торы, из всех качеств Торы, которые существуют. Есть ламид бейт нативот хохма, 32 натива мудрости, через которые мы можем соединиться со Всевышним. И это кавод, когда мы соединяемся с кавод Гошемом, с почестями Всевышнего. Поэтому сказано, что перед каводом должна быть анова, потому что до вот этого понятия любви должна быть анова, то есть страх трепет перед величием Создателя. Потому что и рад Гошем мусар хохма, то есть человек не может прийти ко всему этому без страха перед Гошемом, и это то, что приводит к мусару и к мудрости, или кирад Гошему, тоже к виду страха перед Всевышнего, и посредством этого это приводит к мудрости, о которой мы говорим. На самом деле это предложение, говорит Гаон, грамматически можно перевести мусар хохма, непонятно, что к чему приводит. Мусар приводит к хохму или хохма приводит к мусару. Написано не мусар лэ хохма и не мусар ми хохма. Написано не мусар от хохмы и не мусар к хохме. Написано мусар хохма. Поэтому что к чему приводит, ты можешь прочитать так, как ты хочешь. Подобно этому есть предложение в Хумаше, говорит Гаон, когда сказано «Рав, я, вот, Саир». Про Иакова и Исава сказано, что старший работать младший. И ты можешь прочитать, что старший будет служить младшему, можешь прочитать, что старшему будет служить младший. И то, и другое грамматически правильное прочтение. И объясняет Мефоршем, Нальбим, Агро, здесь объясняет, что имеется в виду, почему это сказано таким образом, чтобы сказать, что если ты будешь себя вести так, как нужно себя вести, то старший будет служить младшему, Исава будет служить Иакова. Но если поведение Иакова будет неправильным, то старшему будет служить младший. Поэтому в Торе это предложение написано так, чтобы его равноценно можно было прочитать двумя способами. То же самое мусар-хохма. Поскольку здесь есть и то, и другое. Мусар приводит к хохме, а хохме приводит к новому уровню мусара, новому уровню страха. Вместе это приводит к каводу, при условии, что кавода предшествует анова. Но если анова не предшествует к каводу, то самую высокую стадию тоже нельзя достигнуть. Таким образом, конец этой главы по Гаону говорит о том, что Ира Дхашем делится на несколько уровней. Первый уровень Ира Дхашема, мусара, должен привести к хохме. Тогда хохма приводит к следующему уровню трепету перед Всевышним, который приводит к кавод. В случае, если у человека есть анова, скромность, то это приводит к каводу. Кавод – это ламит бейт на сего тхохма, посредством которому человек прилепляется ко Всевышнему и на каком-то уровне объединяется с ним. Понятно, что человек не может полностью объединиться со Всевышним, но речь идет о том, что существует понятие лидабэгбо, ваахавта – возлюбив Всевышнего как самого себя. Не как самого себя, это ближнего как самого себя. Возлюбив Всевышнего всей душой, всем сердцем, всем достоянием и так далее. Когда человек, мусар, предшествует этой любви, то анова, которая вырабатывается, скромность, которая вырабатывается посредством мусара, приводит к тому, что человек в состоянии соединиться со Всевышним. И это секун всей главы, окончание всей пятнадцатой главы. И таким образом мы пришли к окончанию, и в следующий раз Баизра Дашем мы начинаем главу номер шестнадцать. Баизра Дашем Идварах. Всего доброго, спасибо за внимание, до новых встреч в эфире.